Откровенно с Еленой Жигаловой Бессмертия, о которой мы сегодня и поговорим. Олег, день добрый! Да, друзья, приветствую! Елена, здравствуй! Дело в том, что приоткрою вам небольшой секрет. У Олега прямо сегодня, в день записи нашего с вами разговора, прошел совершенно бомбический семинар. Впервые в Тюмени в таком варианте собралась группа единомышленников, которые последовали за Олегом именно в эти глубокие темы, темы бессмертия. Расскажи, пожалуйста, Олег, как получилось так, что ты пришел к тому, что вообще можно дерзнуть и заниматься не просто здравлением, не просто даже омоложением, но еще и бессмертием? То есть правильно я понимаю, что мы говорим именно о физическом бессмертии? Да, Елена, все правильно. Ну, уже, наверное, никто там не отрицает бессмертия души. Нас уже к этому приучили с точки зрения эзотерики, с точки зрения религии. На сегодняшний день я действительно как ученый, иммортолог, изучаю технологии бессмертия. Именно с точки зрения науки, но науки практической. Не просто порассуждать, как философ, а именно найти механизмы, которые позволят людям, те, кто готов этот выбор сделать, сделать выбор в сторону бессмертия, стать бессмертным. Действительно, сегодня я нахожусь в пельмении. Только что был завершен практически семинар. Вчера была такая теоретическая часть, когда я рассужил с точки зрения науки, то есть почему бессмертие возможно. И сегодня я подсказывал уже те технологии, то есть практики дыхательной, мышечной, медитативной, которые способны изменить программное обеспечение как нашего сознания, так и нашего подсознания. Потому что ключ бессмертия прежде всего лежит в его принятии. И принять бессмертие мешает как раз определенные программные установки, стереотипы и шаблоны. Достаточно преодолеть определенное понимание и опыт человечества с точки зрения бессмертия. И человека можно объявить на этап сначала принятия бессмертия, а потом на этап физического бессмертия, физического тела. То есть по сути оно будет способно регенерироваться даже при очень значительных повреждениях. Но задача все-таки не в том, чтобы показать, повредить, а потом показать. Задача все-таки запустить механизмы регенерации. Старайся смеять это прежде всего про то, что клетки перестают регенерироваться. Либо регенерируются настолько медленно, что не успевают становиться полностью с точки зрения скорости разрушений внутри физического тела. Я как раз именно изучаю эти вопросы, изучаю как ученый практик. И прежде всего я их изучаю на своем теле. Да, на сегодняшний день я один из самых известных экстремалов в мире. Действительно у меня зарегистрировано 12 мировых рекордов в выживании. То есть я показал то, что считается невозможным. Мало того, что некоторые мои испытания, они приводили к очень значительным повреждениям моего тела. И я показывал, что мое тело даже при таких повреждениях способно полностью регенерироваться. Поэтому вызов брошен. И я иду по этому пути. Ведь Тюмень один из городов, в которых я провел и буду, надеясь, проводить подобные встречи. Потому что на сегодняшний день было огромное количество людей в зале, которые пришли на встречу. Мы просто даже не уместили на всех стульях, всех желающих пришлось эти стулья и все дополнительно арендовать. Да, это точно. Спрос был большой. И, конечно, отклик огромнейший. Интерес огромнейший. Потому что действительно тема максимально дерзкая. И вот ты говоришь о том, что... Об этих нескольких этапах. О том, что бессмертие нужно принять. Какой-то, видимо, внутренний акт какой-то. И уже потом какие-то практики, которые могут преобразовать тело человека. А что это... С чем сложности на этих моментах? Вроде бы все хотят жить вечно. По всякому случаю, все говорят об этом. Никто не хочет умирать. На самом деле, мало кто говорит. Если ты сейчас пойдешь, но никто не говорит про бессмертие. Поэтому утверждать, что люди про это говорят, ну, немножко неискреннее. Есть даже социологические опросы, когда задавался конкретный вопрос, а хочешь ли ты быть бессмертным. И 85 людей, в принципе, отрицают такую возможность. И даже если кто-то при этом говорит, что я хочу, но они чаще всего становятся как бы изгоями. Потому что старые социумы просто не принимают. Да, но он был куда-то со своим там свиным рывом в наш такой замечательный калашный ряд, где у нас все понятно, все предсказуемо, где у нас куча страхов. Мы боимся смерти. Мало того, мы боимся бессмертия. Буквально недавно у меня проходило интервью в Москве с ученым-герантологом. Ну, это человек, который изучает механизмы старости, зовут ее Елена Терешина, это один из мастодонтов советской науки, которые вышли уже в какую-то новую сферу. Она продолжает изучать. Я, на самом деле, был шокирован, когда я поизучал статистику, как реагируют люди. Я задал вопрос, а почему люди боятся смерти, но гораздо больше боятся бессмертия? И она ответила, люди не боятся ни того, ни другого. Люди боятся жить, да? Люди боятся неопределенности для людей, аж жизнь настолько страшна и болезненна, что они, в принципе, не понимают, а зачем? Потому что с каждым годом становится все хуже. И нужно понимать, что да, если там в 70 секретах, что совсем настолько как бы плохо, то как будет плохо, когда мне будет 700, да? Поэтому люди все таким не заходят настолько глубоко в свои мысли с точки зрения бессмертия. Да, вроде я хочу там жить долго, но долго это условно до 100, да? Мало кто переносит себя за этот рубеж. А если переносит, то только в виде, в образе какого-то глубокого старика, да? Там с болезнью Альцгеймера, ну, либо с какими-то другими повреждениями, делающие его не самостоятельным. И это жесточайший страх. Люди поэтому туда не смотрят. Когда они говорят, что хочу там бессмертным, они имеют в виду, ну, вот, собственно, умереть без вот таких вот последствий, да? Спокойно как-то перейти. У многих мечтаток умереть спокойно во сне. Ну, правда. Без застраданий, без мучений. Мы же наблюдаем, как происходит как бы старость. Мало кто стареет постепенно. Это вот мало кому везет настолько. Очень часто к старости приходят мгновенно, да? Человек молодо-молодо там держится, там 60, условно, да? И буквально в несколько лет, и все. Он просто как бы сыплется с точки зрения здоровья и возрастных каких-то изменений. Ну, просто два разных человека это происходит всегда мгновенно. А так как люди же рассуждают о своей жизни эмпирически, они всегда берут во внимание только то, что они видят и что им известно. И когда они видят вот как и соседи, и их родственники, и так далее, они начинают сыпаться в определенном возрасте, они примеряют это на себе. Я как профессиональный психолог это говорю, с точки зрения вот так происходит переноски. То есть вот все, что они видят, они переносят это как бы на себя. Это боль, это как бы, ну, скажем так, некрасивая картина там смерти человека. Там же не всегда еще раз так вот происходит, что легко. Там бывает и, как сказать, и в памперсе, и еще что-то, и забыл вообще про себя, да, и забыл как дышать. Это произведение, да? Ну, то есть просто сам по себе этот синдром. Человек забыл как дышать и умер. И никто этого не хочет. Поэтому, когда с людьми разговариваешь о бессмертии, они все-таки переносят себя вот именно в этот элемент своего опыта. Они не готовы смотреть дальше. Не все, конечно. Большинство. Потому что большинство людей опирается либо на свой опыт, либо на опыт каких-то других людей, которым они доверяют. И, когда начинаешь разговаривать о бессмертии, естественно, это взламывают шаблоны. Это взламывают шаблоны, но, когда их взломало, ну, какая-то часть просто идет дальше по своей жизни, а какая-то часть с этим сломанным шаблоном понимает, что, слушай, да, здесь действительно что-то есть. Да, здесь действительно что-то есть, но, как минимум, я хочу узнать об этой возможности. И вот у меня там очередная встреча сейчас в Премене, там дальше у меня несколько встреч, заплодируют, ну, то есть прямо у меня город за городом, мы идем. И действительно в каждом городе начнут собираться как бы люди и говорят, а мы хотим. А мы хотим как минимум узнать. А мы хотим понять, а кто мы, а почему мы можем быть бессмертными. И самое главное, мы хотим понять, а зачем. Ну, потому что ведь даже не сам факт, что человек может быть бессмертным, их интересует. Их интересует, а зачем. Ну, у нас, то есть, зрение религии, да, как западная религия, ну, собственно, перешел, и на этом все. Восточная религия показывает, что мы можем инкарнироваться там в бесконечное количество разума. Ну, то есть, есть общая душа, которая постоянно накапливает опыт, и всего лишь меняется оболочка. И людям не всегда понятно. Ну, то есть, зачем, опять же, непонятно, потому что они не хотят об этом рассуждать. Это страшно. Люди не хотят идти в страх и в горе. А я человек, который очень давно изучает и страх, и в боль, и преодолел большую часть из них. Я не скажу, что я тотально бесстрашен. Я не скажу, что я не испытываю горе. Но к этому я уже отношусь достаточно философски. Поэтому, отвечая на вопрос, откуда это пошло, да, во мне, скажем так, не осталось тех страхов, которые бы меня остановили на сегодняшний день с точки зрения, а не попытаться бы стать бессмертным. Вернее, даже так. Я принял свою бессмертию. Я точно знаю, что бессмертие – это не да. Бессмертие – это выбор. Как только ты выбираешь бессмертие, ты становишься бессмертным. Да, это самый первый, самый масштабный шаг. Все остальное – это лишь инструменты. Потому что инструментов там дальше можно использовать много. Я ведь работаю не только над бессмертным с точки зрения работы с программными установками. Я еще чисто технологические решения. Я когда ставлю себе цель, я всегда ее достигаю. А тем более сейчас у меня нет ограничений во времени. Ну, правда. В 40 лет я выглядел, ну, собственно, да, достаточно уже возрастным человеком. Мне сейчас идет шестой десяток, я выгляжу намного моложе, чем 10 лет тому назад. Еще через 10 лет я буду выглядеть еще моложе. То есть я запустил этот процесс абсолютно как бы вспять. И время меня больше не волнует. То есть даже если я что-то не успеваю на следующем бессмертии, у меня есть следующее, и следующее, и следующее. И технологии будут развиваться, у меня и я, ну, потому что двигаются с точки зрения своих ресурсов, которые позволят мне достичь этой цели. То есть тут цель даже не только своей бессмертии. Это бессмертие, ну, скажем так, какой-то группы людей, с которыми мы пойдем в этом дальше. Скучно быть бессмертным одному. Да, поэтому в данный момент я и запустил этот проект. То есть я и поехал по стороне, я провожу сейчас вот эти мероприятия, и я показываю людям, что такое энергия. И как с помощью этой энергии можно обрести тотальную регенерацию. А регенерация что? Ну, собственно, это вечная молодость и бессмертие. Да, она не достигается быстро. Да, я не знаю механизмов быстрого получения этого результата. Да, нет гарантий. Но это такой шанс попытаться, да, этого достигнуть. Кому это надо и интересно. На сегодняшний день я создаю центр по изучению бессмертия в Плендерской области. Я специально купил для этого усаду, где я соберу различные технологические решения. Поэтому я ищу разные варианты. Даже одна из моих душерей выучилась сейчас на биоинженера. Ну, это как бы искусственные органы, это, скажем так, генетические какие-то изменения. В общем, все, что касается, скажем так, вмешивания в человеческий организм. То есть медицину ты не отрицаешь? Медицину я не отрицаю. Но все-таки на сегодняшний день медицина это некая симптоматическая отрасль. Да, есть симптомы, они пытаются их убрать. Медицина на сегодняшний день не занимается причинами. Медицина занимается устранением последствий, да. То есть она разделила, собственно, какие-то проявления человеческого тела на определенные направления. И, собственно, в связи с этими направлениями назначает, ну, собственно, какие-то химические вещества, да. Которые эти симптомы убирают. То есть, понимаешь, считают, что это как-то там, ну, или поможет, или наоборот, скажем, вредит. Да, ну, в общем, как-то так. Поэтому медицина, она тоже как бы разная. И врачи по-разному относятся к своей деятельности. Медицина показывает структуру человеческого тела и взаимодействие между органами. Это в любом случае нужно понимать, когда ты запускаешь регенерацию, да. Медицина дает понимание устройства клетки, устройства биохимических процессов, да. Бессмертия – это про гормональный баланс. Это тоже нужно понимать, что бессмертия – это про гормональный баланс. Клетки ингенерируются под воздействием о комплексе определенных гормонов. Вот. И здесь медицина как раз может помочь. Ну, получается, что медицина – это все-таки больше, как я понимаю, решение локальных каких-то ситуативных моментов, со своей точки зрения. А в чем же тогда стоит искать причину заболевания? Ну, и вот всех повреждений, которые с возрастом приходят к старению. Да, здесь, опять же, мы, с точки зрения науки, рассуждаем. На сегодняшний день есть порядка 300 теорий уступления старости. А старости еще и не один человек не умер. Ну, вот опять же, да, человек умирает от какого-то разрушения, от какой-то болезни, вызванной старостью. И человек все-таки умирает от конкретной болезни. Так вот, все 300 версий, условно, официально. Ну, то есть, вот там диссертации написаны, они рассматриваются именно научным сообществом, как одна из основных версий. Их на самом деле, как бы, много. Тем не менее, что стоит учесть? Если есть механизм, скажем так, накопления вот этих вот процессов разрушения, соответственно, есть механизм обратной последовательности. Та же самая Елена Керевшина, да, с которой я вот недавно отправил интервью, она изучает именно конкретное направление наступления, как бы, старости. Это, скажем так, жировые отложения в клетках. Вот. То есть, как только клетка становится пассивной, она заплывает жиром. И это вызывает, собственно, ее еще большую пассивность, ну и, собственно, конечно, на итоге разрушения. Когда я задам вопрос, ну, собственно, хорошо. Ну, вот вы понимаете механизм расстарости, что клетка заплывает жиром. Это даже не про бестеральный жир, который находится вне клеток, да, это именно непосредственно процессы, происходящие самой клетке. Потому что многие престарелые люди, они худые, да, то есть, но при этом клетке у них заплыли жиром, да, несмотря на то, что подкожного жира практически нет, но их тело продолжает разрушаться. Какой там был ответ вообще, постойте, этот жир нужно сжигать? Здесь есть, скажем так, несколько доступных инструментов. Холод, голод и сверхнагрузки физические. Вот. И поэтому, если человек идет именно по этому пути, он точно будет жить значительно дольше. На сегодняшний день наука, опять же, обосновала, что, скажем так, запас продолжительности энергетического потенциала клетки порядка 500 лет. И даже этот потенциал не вырабатывал. Не говоря уже про все, когда остальное. Вот клетка жира заплыла, человек ничего там не предпринимает. Все, он принял. Причина болезни, старости и смерти – это принятие человеком этого факта. Если человек примет другой факт, что он молд, что он никогда не заставится и никогда не умрет, почему поверит настолько как бы истинно, что не будет допускать другие мысли, это тяжело. Почему вот один из самых первых шагов, который нужно сделать и который мне удалось сделать с огромнейшим трудом? Несмотря на все мои достижения, все там способности регенерации, что-то еще, ну, фактически, даже, как сказать, несколько лет назад, когда впервые пришли вот эти мысли про бессмерт, там какие-то были испытания, связанные с этим, с этой способностью, да, даже в этом случае, последний год, он был в тотальных сомнениях, да, а насколько я бессмертен? А правда ли? А может я себе что-то придумал? А имею ли я право, ну вот там, людям давать вот эту информацию? А вдруг они и не станут бессмертными, да? Ну, в общем, вот в таких сомнениях провел год, но в какой-то момент, когда я снова в очередной раз там психологически приезжал, а мне надо делать выбор, да, и выбор был сделан. И вот, собственно, начало нового года выбор сделал, и вот я в турне, скажем так, в таком одиозном турне, оно оказалось настолько устребованным, даже я не ожидал. Да, обычно на меня собираются много, как бы, людей, там, когда я про средспособности что-то рассказываю и так далее. Вот, честно говоря, я не ожидал такой ажиотаж на тему бессмертия. Я же думал, ну, сейчас люди там в очередной раз покрутят у виска у меня, да, и никто не соберется. А еще раз, ну, не вмещают в залы всех желающих, это где-то только начало. Потому что когда я в следующий раз в Тюмень приеду, мы уже будем там говорить в спорт, скажем так. Да, ну, вы понимаете, что полтюменя уже хочет. Давайте мы попробуем в нескольких этапах разбить, чтобы с ними желающими поговорить. Это точно. Ну, а еще, знаешь, подскажи, пожалуйста, вот эти твои способности к регенерации, которые ты упоминаешь, это все-таки твоя врожденная способность? Или это плод каких-то раскрытия способностей? Как у тебя это? Да, ну, смотри, я, как сказать, неспроста обозначил, что сорок лет я был достаточно, как сказать, возрастным уже человеком сорок пять, а не весь в большинстве. Ну, правда, было видно, что человеку, ну, он уже взрослый дядь, а сорока пяти, как бы, были, вот именно тогда же я бросил впервые вот этот вот вызов с помощью своих техники и способностей. Ну, если я могу это, а могу ли я стать моложе? Мне очень не нравилось то, что я вижу в зеркале, правда, очень не нравилось. А так как все-таки, ну, как сказать, я такой человек, условно, любили, мне всегда нравится женское внимание. И тут стало понятно, что его стало, ну, как бы, меньше, но все-таки, да, возрастных дядек уже молоденькие девчонки внимания не обращают. Это такой психологический был момент, это не из-за этого все пошло, но в том числе вот какой-то дискомфорт уже начинал возникать. То есть я видел снижение, скажем так, внимания со стороны девушек. А я привык к женскому вниманию, потому что я всегда был красивым таким мужчиной, а тут все-таки изменения пошли внимания, стало меньше. И тогда был брошен вот этот вот вызов и брошен успешно. То есть в 45 лет где-то там начались, где-то в 46, по сути, я каждый проснулся в области 30-летнего мальчика. Да, молодой, красивый, стройный, вот, да, внимание вернулось, и сейчас оно не угасает, оно становится только больше. Отрицающе. И этим технологиям способен учиться каждый? Абсолютно. Еще раз, здесь вопрос даже не столько в технологиях. Изначально я думал, что да, это вопрос там техники. На сегодняшний день мне все-таки не удалось удержать образ 30-летнего, да. Ну, то есть я там уже старше 30-летнего выгляжу, но моложе 40-летнего, это уже хорошо. Ну, просто у меня 6-й десяток, и даже в этом случае, ну, можно показывать, да, ну, вот, можно там на 6-м десятке выглядеть так. Но на самом деле даже сегодня я все-таки снова запустил время вспять, я потихонечку начинаю. Тогда это просто произошло быстро. Но сейчас я не практикую несколько лет уже, да. И я снова возвращаюсь в эти практики, они доступны абсолютно любому человеку, но это не значит, что я абсолютно любому это предоставлю, да. То есть это все-таки должен быть какой-то элемент избранности, поэтому и возникает клуб бессмертный. То есть это люди, с которыми мне будет комфортно. Потому что это не просто там какой-то совместный путь многомесячный, по сути это общая судьба. Как интересно. А по каким критериям? Ты добираешь людей, которые могут помочь с людьми? Ой, сложно сказать по каким критериям, но просто мне должно быть комфортно с этим человеком. Мне просто должно быть комфортно. И ему должно быть комфортно. И самое главное, там внутри этой группы всем, со всеми должно быть комфортно. Это такая тотальная психологическая совместимость. То есть это уже нечто большее, чем сумма людей, это какая-то общность? Да, даже еще раз, это избранность. Это не просто общность, это избранность. Это группа людей, у которой миссия изменить человечество. И здесь нужно понимать, что это совсем другой уровень самоосознания, самооценки, да и вообще своего предназначения. А в таком случае, вот если у нас есть зрители, которые чувствуют отклик с этой идеей, может быть… Он придет на очередную встречу, которая будет в фильме, либо сразу скажет, слушай, я хочу в клуб бессмертных. Ну естественно, мы там начнем общаться. Здесь все-таки речь идет не о больших группах людей, но условно там в нескольких регионах по 20-25 человек. Просто я энергетически больше не вытащу. Я тоже понимаю в данный момент свои энергетические возможности, в том числе… Ну я очень много проводил различных мероприятий, я понимаю, ну сколько я вытягиваю. То есть да, я могу там провести огромные мероприятия, но разом, что ли, на большое количество людей. А вот сопровождать фактически на ежедневной основе, здесь уже большие группы я не вытягиваю. Хорошо, тогда нашим зрителям мы под этим видео в информации оставим контакты, куда можно будет обратиться по поводу клуба бессмертных и других программ Олега Рязанова. Ну а вообще-то есть еще вопрос, вот как быть с заболеваниями, которые сейчас в науке считаются низлечимыми, крайне сложными. Я знаю, что ты работал и успешно работал над тем, как поднимать парализованных людей, у которых был диагноз, и, собственно, врачи разводили руками. И все это выложено, подтверждено, зафиксировано, и люди, кто-то из них прям пошел. Но и другие наверняка есть заболевания, которые большую сложность представляют. Да, смотри, мы как-то начали, ну этот вопрос был задан сначала, но как-то отошли от темы. Нужно понимать, что болезнь – это тоже выбор, точно так же, как и бессмертие. Ни один человек не заболеет, если он не захотел заболеть, в том числе переломы. Это способ от человека решать какие-то свои жизненные задачи. Да, то есть, когда нет таких прям серьезных повреждений, ну, то есть, человек достаточно быстро себя восстановил. У меня был прецедент, в том числе, когда удавалось убирать опухоль рака четвертой стадии. К сожалению, это тоже все-таки закончилась смертью человека, но, опять же, я сделал вывод, что это был выбор. Несмотря на то, что мы убрали опухоль, что в арте показалось, что опухоль как бы уже нет, тем не менее, все равно человек умер от рака. То есть, ты имеешь в виду, что этот выбор несознательный, неосознанный? Он чаще всего неосознанный. То есть, человек просит, что я хочу больше внимания, я хочу, как сказать, снять с себя ответственность, я хочу еще как бы что-то. Человек же не подразумевает, что это придет именно через такой инструмент. Источник Вселенной, Бог я не знаю, как это называет, он, собственно, показывает через вот такой инструмент. Хочешь так? Да без проблем. Ну, потому что все-таки мы сюда пришли с определенной целью. И у нас есть ответственность за достижение этих целей. Когда человек отрывает от своего предназначения, ну, собственно, первое, что он получает, это вот такое разрушение. И тогда еще вопрос. Вот ты упомянул, что есть три варианта. Это через боль, через физические нагрузки и… Ну, смотри, там холод, голод, движение, все-таки, да. Про боль я сейчас ничего как бы не говорю. Боль – это инструмент, который нужно изучать. Себя и, собственно, свое проявление. Это самый быстрый инструмент, который вообще позволяет понять себя, кто ты, да. Чем сильнее боль, тем глубже ты можешь заходить, собственно, в какие-то процессы. Но боль – это не всегда физическая, которая подразумевает, да. Чаще всего люди боятся эмоциональной боли, да. Каких-то, как бы, опытов, которые они не хотят повторять. У женщин основные какие-то отношения. Хотя сейчас и у мужчин очень часто, как бы, страдают. Ну, у мужчин стало много женской энергии, и они, в том числе, себя проявляют вот таким образом, когда отношения разрываются, ну, там какие-то страдания непонятные, иногда не совсем адекватные, да, с точки зрения самодостаточного человека. Но этот опыт тоже нужно проходить. Если ты это не пройдешь, а как понять, что тебе это не нужно? Да, дальше человек, либо он сказал, слушай, ну, не так хорошо, я буду дальше как бы страдать, он, соответственно, будет идти в подобные болезненные ощущения, и каждый раз их развивать подсознательно специально, для того, чтобы пострадать. Потому что это заполняет жизнь этого человека. В этом возникает какой-то смысл. Убери этот смысл, и жизнь становится пустой, да. И именно эти люди, вот они таким вот образом действуют, такая вампирская тактика, да. Своей энергии нет, и способности себя реализовать нет. Соответственно, энергия, она, скажем так, скачивается, ну, с условного партнера. То есть, я понимаю, что там партнеры, они не будут партнерства в таких отношениях. Они будут не длительны, то есть, конфетный период закончится, и это как бы еще, да. Я много наблюдал, все-таки, ну, как сказать, в том числе, ну, у меня, как бы, образование психолога, есть повышение квалификации как сексолога, и там иногда вот именно пары как бы обращаются, да. Ну, не всегда как семейные, но все равно пары. И там вот это вот на поверхности как бы лежит, в чем, как бы, суть проблемы. У них нет стремления, собственно, эту пару софразить. Они соединились только для того, чтобы вот друг друга выжить и заполнить пустоту. То есть, вот эти смыслы, да. Но получается, что путь к речи, ну, или хотя бы к долгой жизни и какому-то хорошему здоровью идет только через голод, холод и… Ну, голод, холод и движение. Мы разобрали, собственно, один из трехсот вариантов наступления старости. Их еще, скажем так, огромное количество, которые имеют обратные процессы. Я постараюсь найти ученых, которые занимаются, скажем так, определенными версиями старости. Вот. И я пока пообщался, ну, с одним человеком, действительно значимым человеком, который изучает этот вопрос. Просто их не так много осталось мне, да. Многие уже ушли. И, соответственно, я пытаюсь сейчас найти тех людей, которые могут мне в том числе прям по шагу прописать вот эти вот версии, как бы, старости. Вот с точки зрения накопления жира, да, то есть, что смерть наступает через ожирение клеток, соответственно, на прокол от голод и движение. Возможно, там какие-то другие теории будут озвучены, и там будет другая инструкция. А как в обратную сторону пойти? То есть, я найду этих людей, я порассуждаю с ними во время подобных интервью. То есть, что они мне скажут? Мы найдем еще инструкции. Ну, в данную речь уже одна инструкция есть, да. То есть, хочешь быть там длительно молодым, но вот есть холод, голод и движение. По крайней мере, есть возможность выработать вот это вот полутысячелетний, да, курс. В жизни клетки, да, цикл. Вот. Мы даже туда не стремимся. А в клубе бессмертных, правильно ли я понимаю, что ты как раз и будешь двигаться, чтобы перебрать все эти 300 стратегий или найти какую-то... У меня есть уже конкретные технологии, которые позволили мне регенерироваться. Они не относятся сейчас к тем теориям, которые наука рассматривает, да. То есть, еще раз, у меня есть технологии, которые привели меня к регенерации. По крайней мере, несколько раз мне это удалось или удалось, условно, принудно это сделать, да. Соответственно, это могут сделать другие. То есть, не факт, что у меня постоянно это будет происходить, но, тем не менее, технология есть, над ней нужно работать. Не сработал вариант, что я один раз это сделал и все, и расслаблялся. Я же говорю, я ослаблялся месяцев восемь. Ну, правда, я там восемь месяцев был у 30-летней парнишки, у которого там энергия, у которого вау. А потом все равно постепенно. Однако надо дать должное, у меня не было резких изменений, что, знаешь, он вернулся снова, там, условно в 50 лет, да. Такого не было. И это тоже хорошо. Потому что, когда я сейчас с людьми общаюсь, а человеку опять же нужны доказательства и факты. Мне даже объяснять ничего не нужно. Он меня видит. Он меня видит и услышит, что у меня там шестой десяток. А ему тоже так хочется. Ему тоже хочется так. И он спрашивает, а как мне этого достичь? Я говорю, у меня есть технологии, которые я там нарабатывал десятилетий. Я ради этого восемь раз умер. Ну, правда, у меня было несколько клинических смертей, когда меня реанимировали. А были осознанные переходы, когда я уже понимал, что я могу зайти и вернуться. То есть я даже этот механизм изучал. Поэтому, это кто лучший слейный механизм безмерти? Если ты можешь возвращаться, ну, оттуда, да, соответственно, это есть определенная способность. Даже если когда совсем туда зашел, может, как бы, и даже в этом случае можно оттуда вернуться. Я постараюсь не допускать этой, как бы, ситуации. Еще раз, на сегодняшний день я запустил механизмы, которые, ну, не должны меня вывести в какие-то возрастные изменения. Даже если это произойдет, еще раз, у меня есть технологии, как вернуться. Да, они требуют титанических усилий. Да, они требуют что-то. Даже когда у меня было немного, как бы, денег, я все равно посвятил там много месяцев практикам. Да, и это привело к результатам. А сейчас мне даже на деньги не надо отвлекаться. Ну, потому что денег достаточно, да. То есть, настолько много энергии, и настолько, скажем так, люди хотят получить мои, как бы, знания, что на сегодняшний день мне не нужно думать о деньгах. И это в том числе те, кто будет в клубе бессмертных, они уберут этот вопрос из своей жизни. Денежный? Денежный. А почему это связано? Это связано абсолютно. Потому что там энергия другая. Когда много энергии, все эти вопросы решаются абсолютно сами. Ты настолько, как бы, мощный, что люди хотят тебе помогать. Что такое деньги? Это помощь большого количества людей. Да, они даже не всегда хотят что-то получить взамен. Им просто важно тебе помочь. У меня очень часто просто, так сказать, я там бросаю какой-то клич, ну, ребята, хочу там, да, нужно деньги на девчонок и виновные. Мне, да, мне пересылают. Или, в принципе, там несколько десятков тысяч, вот просто. Даже шутку там я однажды, ну, слушай, я еду в Крым, и вот там, да, красивые девчонки и виновные. Ребята, да, высшите денег. И что-то там тысяч тридцать за день мне собрали. Здорово. Тебя любят, тебя любят, ищут. Это про это. Это потому, что рядом со мной люди чувствуют себя по-другому. И им важно вот это мое состояние и возможность иногда, скажем так, поприсутствовать в этом поле. И те, кто в клубе смертных, видите, вчера. Помнишь, когда люди собирались, был скепсис. Может, когда это что-то начинали, по сути, к ничему доказательства нет. Даже любые видео на фото можно подделать. Правда. Но есть один факт, который подделать невозможно. Который прямо вчера убедил там людей. И половина из них пришли на сегодняшнюю встречу за деньги. Да. Причем же мы фактически очень быстро это мероприятие сделали. Не было рекламы, не было ничего. Вот. А по сути мы так и рассчитывали, что я приду, и люди заплатят для того, чтобы просто увидеть со мной на следующий день. И так вот произошло. Фактически половина людей оплатили возможность со мной соприкоснуться снова. Это вибрация моего тела. Больше не надо никаких доказательств просто, когда они ко мне это начинали прикосаться. Жми в эту очередь. Там из семидесяти человек, которые там фактически по сорок минут ждали своей очереди, чтобы просто со мной соприкоснуться. Вот. А сегодня первое дело, что люди делали. Да. Они приходили еще. Ребята, давайте мероприятие начинать. Давайте начинать. Нет. Они просто подходили для того, чтобы снова соприкоснуться. И уходили таким же образом. Скажем, не хотели выходить, не соприкоснувшись. И это много настоит. И это то, что получат те, кто будет в клубе бессмертных. Они получат вот эту вот мою структуру энергетическую. Вот. Она у меня наработана через очень экстремальные практики. Но я знаю законы, по которым все устроено. Я могу это передавать. И соответственно, те, кто пойдет со мной дальше, уже на уровне судьбы, я эту энергию передам. Это тоже не произойдет быстро. Еще раз. Речь идет, что мы там, скажем так, раз-два-три встретились. Все-таки речь идет о длительном совместном пути. То есть это вот эти технологии, которые тебе дались вот такими большими, превозмоганием, преодолением. Я там очень легко имать то. Многие всегда посмотри на девушке. А чего там надо, да, себя мучить? Я говорю, нет. Мы будем просто кайфово дышать. О, прошусь, ты рассказала. Твои технологии, ты говоришь, что я перечисла, вы будете перечислять все 300 разных там моделей ученых, которые про геронтологию и все остальное. Но ты сказала, что у тебя есть свои. И вот твой секретик – это все-таки психика, ментальные практики, энергетика… Понимание подсознательных программ. То есть, условно, есть две программы. Есть программа смерти, есть программа бессмертия. Так вот, задача через определенные техники – неверировать программу смерти и активировать программу бессмертия. И, собственно, мои технологии позволяют работать со своим подсознанием. Оно их и текует, ненавизирует. Если ввести туда программу деактивации смерти, подсознание это сделает. Если ввести туда программу активации бессмертия, подсознание это сделает. Эти технологии существуют. Такой вопрос, типа, а если у меня не получится? Я гарантии не даю. Ну, в любом случае, мы технологии дают возможность управлять реальностью. Я даже для себя сейчас не беру какую-то гарантию. Я абсолютно осознаю, все зависит от того, насколько я готов буду заходить в это. Буквально несколько лет назад я действительно разочаровался во многих процессах. Были заброшены практики, много что было заброшено. Я был в поиске себя, чего я хочу. И вот, наконец-то, это вот таким вот образом реализовано. Это здорово, что снова я получил цель и готов работать над собой. Потому что это все-таки дисциплина. Лайтовое дыхание – это не значит, что нет дисциплины. Это все-таки ежедневная работа над собой, пускай и комфортная. И скажи тогда такой очень важный момент, которого ты касался, но это вопрос личных тебе. А для чего бессмертие тебе? Несколько лет назад я уже много чего добился, я уже показал все, продемонстрировал. И у меня в них такой вопрос. Ну, собственно, к самому себе и к Создателю, ну, в общем, к чему-то. Вот я делаю такие вещи, которые ей, в принципе, невозможны. Но я пробовал ходить по воде, у меня не получилось. Я пробовал воскрешать мертвых, у меня не получилось. Я пробовал сделать вино из воды. У меня тоже этого не получилось. Я задал вопрос, почему у меня этого не получилось. У меня пришел ответ очень быстро. Я говорю, нет, какой-то прямой телефон к тому, кто может ответить на эти вопросы. Тебе всего лишь нужно практиковать две тысячи лет, и ты это получишь. И ты создашь свою Вселенную, собственно, ты здесь для этого. Как и любой другой человек. И тебя вдохновило это. И меня очень вдохновила эта идея, надо практиковать две тысячи лет. Посмотрите, чем это завершится. О да, это интересно. Ну и, может быть, ты скажешь что-то людям, которые тоже заинтересовались, у которых появился отклик на вечную молодость, на бессмертие. Что им можно сделать в их ситуации? С чего начать? На что обратить внимание? Ну, если человек уже готов к этому, значит, он прошел определенный путь. Я вижу сейчас разницу между людьми, да? То есть большинство людей несется к этому как к бреду. Он не будет ничего, он там напишет какой-то хейт очередной, да? Брызгивающей ненавистью и чем-то вот еще. И это здорово на самом деле. Потому что хорошие посты, никто не читает комментарии под постами, да? Но когда начинают там хейтинг, ну, скажем так, вот как раз просмотров становится больше, и там находится больше союзников, да? Ну, охват больше, соответственно, союзников больше. Так вот, тот, кто готов и действительно считает, что он сделал этот выбор, а это первое, что нужно сделать. И правда, мне это довольно очень тяжело. Несмотря на все свои, как сказать, все свои техники, несмотря на все свои факты, весь свой опыт, я целый год, ну, фактически находился вот в этом состоянии тотального сомнения. И, но, все, в какой-то момент я это преодолел, и на сегодняшний день, то есть первое, что нужно сделать, это принять свое бессмертие. Как только человек принял, ну, добро пожаловать, давай пообщаемся. А что значит принять бессмертие? Это когда уже нет страха или когда ты хочешь? Да, недостаточно хотеть. Действительно нужно принять, что ты бессмертен, что у тебя смерти больше нет, ничто не введет тебя в состояние смерти. Значит, поверить? В том числе, поверить безусловно. То есть когда нет больше сомнений, то есть ты четко понимаешь, что ты больше никогда не умрешь, потому что ты создан бессмертным, у тебя есть все генетические ключи, они переданы тебе твоим Создателем. У него-то смерти нет. Почему у тебя так надо быть смерть? Здорово. Ну что ж, спасибо тебе огромное за эту беседу. Я надеюсь, что Олег вдохновил многих из наших зрителей. Вся информация по ссылкам будет рядом с этим видео. Присоединяйтесь к проектам Олега. Долгих вам лет и вечной молодости. Да и вечной жизни тоже. Все. Всем до скорой встречи.